оставь любую надежду на плод наш следующий афоризм оставь любую надежду на плод вы также могли бы сказать оставь любую надежду или сдайся или просто отдай чем короче тем лучше одно из самых мощных учений буддийской традиции состоит в том что до тех пор пока вы хотите чтобы все изменилось этого не произойдет пока вы хотите чтобы вам стало лучше этого не произойдет пока вы ориентирована на будущее вы не сможете просто расслабиться в том что у вас уже есть и кем вы уже являетесь один из наших самых глубоко укорененных привычных паттернов заключается в том что мы чувствуем сейчас нам недостаточно хорошо мы часто возвращаемся в прошлое которое могло быть лучше или хуже настоящего мы также довольно часто заглядываем в будущее которого можем бояться постоянно держать за надежду что потом станет немного лучше чем сейчас даже если сейчас все идет по-настоящему хорошо у нас хорошее здоровье но встретили партнеры своей мечты только что родили ребенка и получили эту работу которые хотели глубоко укорененная тенденция всегда думать о том как все будет позже по-прежнему сохраняется мы практически не ценим того кем являемся в настоящем например легко надеется что улучшение наступит в результате медитации что наш ужасный характер изменится что мы перестанем бояться и будем больше нравиться людям возможно также что все эти проблемы нас не касаются нам кажется что мы недостаточно духовны конечно же мы установим связь с тем пробужденным сияющим и священным миром который откроется нам медитации все что мы читаем философия книги подхарами и психологии убеждает нас в том что мы застряли на каком-то очень узком представлении и что если бы мы просто делали все правильные вещи то начали бы открывать для себя большой безграничный мир сильно отличающийся от того в котором мы живем сейчас одна из причин по которым я хотела поговорить об отказе от всякой надежды на плод заключается в том что я уже довольно давно занимаюсь медитацией и учу дхарми однако замечаю в тайне я по-прежнему очень увлечена тем что будет когда как сказано в некоторых классических текстах все завесы будут утрачены это то чувство когда мы хотим прыгнуть выше головы и найти что-то более пробужденное живое чем текущие ситуации иногда это происходит на очень мирском уровне вы хотите быть стройнее хотите чтобы у вас было меньше прыщей и больше волос однако почему-то всегда присутствует тонкая или не совсем тонкая ощущение разочарования ощущение того что происходящее не дотягивает до определенных стандартов в одном из первых учений которые я услышала учитель сказал я не знаю зачем вы сюда пришли но хочу сказать вам прямо сейчас учение целиком основывается на том что все никогда не будет так как вы хотите услышав это я ощутила себя так словно он только что дал мне пощечину или вылил на голову ведро холодной воды однако я навсегда это запомнила он сказал все никогда не будет так как вы хотите не наступит такого золотого будущего когда все шероховатости сгладятся это меня шокировало но показалось справедливым мы все время несчастной отчасти потому что постоянно ищем наслаждение или безопасности немного более комфортных ситуаций как в своем доме так и на духовном уровне и на уровне спокойствия ума в наши дни где только люди не ищут то чего хотят получить существует программы 12 шагов кто-то говорил мне что существует также программа 24 шага возможно однажды появится программа 108 шагов существует множество групп поддержки и различных видов терапии многие люди ощущают себя раненными и ищут того что могло бы их исцелить мне же кажется что в основе исцеления в основе ощущения себя полностью зрелым взрослым человеком лежит предположение вы не пытаетесь ни от чего избавиться вы можете ценить то что у вас есть однако это утверждение сложно проглотить если то что у вас есть это боль в бостоне есть клиника снижение стресса работа которая основана на буддийских принципах и и открыл доктора джон кабадзин буддийский практикующий и автор книги жизнь как полная катастрофа по его словам основная предпосылка в работе клиники в которой многие люди приходят испытывая сильную боль заключается в том чтобы оставить любую надежду на плод без этого лечение не работает если присутствует ощущение желания изменить себя она исходит из посылки что мы недостаточно хороши она исходит из агрессии по отношению к себе из отвращения к своему уму речи или телу в настоящем вас есть то что кажется вам недостаточно хорошим в эту клинику приходят люди с разными проблемами люди с зависимостями люди пострадавшие от жестокого обращения или испытывающие сильный стресс на работе однако простой ингредиент отказа от надежды самые важные составляющие развития здравомыслия и исцеления это самое главное до тех пор пока вам хочется похудеть поумнеть достичь просветления перестать быть такими зажатыми или какими-то еще вы всегда будете подходить к своей проблеме с той же логикой с которой начинали вы недостаточно хороши вот почему привычные паттерны никогда не распутывается через наши попытки стать лучше вы пытаетесь достичь этого в том же привычном стиле который самого начала и породил боль в буддизме есть жизнеутверждающие учения о том что бода или в переводе пробужденный это не тот кому вы поклоняйтесь буду это не тот кем вы стремитесь стать и не тот кто родился две с половиной тысячи лет назад и был умнее чем вы когда-либо будете буду это наша изначальная природа природа буду это означает что если вы собираетесь полностью вырасти то это должно произойти через вашу связь с тем интеллектом которые у вас уже есть вам не делают пересадку интеллекта если вы полностью созреете то освободитесь от оков детского ощущения вот вам постоянно нужно защищать и закрывать себя потому что мир слишком суров если вы станете взрослыми а в моем понимании это означает быть как дома в своем мире какой бы сложно ни было ситуации это произойдет благодаря тому что вы питаете нечто уже присутствующие в вас вы позволяете этому вырасти и проявиться вместо того чтобы постоянно закрывать защищать и скрывать это кто-то однажды сказал мне когда тебе страшно это испуганная вода это можно применить к любому нашему чувству возможно вы часто сердитесь вы просто теряете контроль видите красную тряпку и в следующий момент уже кричите кидаетесь вещами или деретесь когда это происходит начинайте принимать тот факт что это буду в ярости если вы ревнуете это ревнивый вода если у вас не сварения это вода с ожогой если вы счастливы это счастливый вода если вам скучно это скучающий вода иными словами все что вы переживаете или думаете достойно сострадания все что вы можете подумать или почувствовать стоит ценить это учение произвело на меня впечатление хорошо запомнилось я замечал у себя различные состояния у мое настроение переживала взлеты и падения двигалась влево и вправо падала лицом в грязь и поднималась и во всех этих различных жизненных ситуациях напоминала себе это буду упавший лицом в грязь это буду на вершине блаженства это буду тоскующие прошлом я начала понимать что как бы сильно я не пыталась я никуда не денусь от воды я старалась не бросать себя ни в горе ни в радости если мы устанавливаем безусловное отношение с самими собой мы устанавливаем безусловное отношение с бутой вот почему афоризм гласит оставь любую надежду на плод плод подразумевает что в будущем вам станет хорошо однако есть и другое слово открытый открытое сердце и открытый ум это ориентация направлена на настоящее если вы вступаете в безусловное отношение с самими собой это означает оставаться верными будде прямо сейчас в том месте в котором мы оказались поскольку кампоэпи это монастырь вы не можете найти там для себя никаких увеселений если только вы не любитель постоянной медитации или прогулок на природе однако со временем наскучивает что угодно там не занимаются сексом не пьют и не лкут время от времени мы смотрим видео но это бывает нечасто и обычно выбор видео для просмотра вызывает споры еда бывает вкусной но бывает и ужасный это очень некомфортное место причина почему там так некомфортно в том что там вам не сбежать от самих себя однако чем больше люди становятся друзьями самим себе тем больше обнаруживают что это питающие поддерживающее место где вы можете обнаружить буду в себе самих именно таких какие вы есть сейчас сегодня могли бы вы установить безусловное отношение с собой сегодня и сейчас с вашим ростом весом уровнем интеллекта и уровнем боли могли бы вы установить безусловное отношение со всем этим у отказа от любой надежды на плод есть что-то общее с названием моей предыдущей книги мудрость безысходности безысходность постоянно возвращает вас к настоящему а настоящее это все что есть то настроение в котором вы сейчас те мысли с которыми вы сейчас это она в какой бы традиции вы не получали наставление по медитации тхировада дзен или ваджраяна базовые наставления всегда связано с пробужденностью в настоящем мгновении однако они не говорят вам о том что настоящим мгновением можете быть вы сами такие вы которые не всегда вам нравится именно к этому нужно пробудиться когда один из китайских императоров спросил вот хитхарма что такое просветление тот ответил много пространство ничего святого в медитации нет ничего святого поэтому среди ваших мыслей и чувств нет ничего что попадает в категорию греха среди ваших мыслей и чувств нет ничего что попадает в категорию неправильно все это сочный материал навоз для пробуждения навоз для достижения просветления искусство жизни настоящее мгновение сострадательное действие как мы можем помочь как мы можем создать более разумный мир более разумную ситуацию дома или на работе везде где мы оказываемся как мы можем работать со своими действиями речью и умом чтобы открывать пространство они закрывать его иными словами как нам создать пространство в котором мы сами и другие люди можем установить связь собственной мудростью как нам создать пространство в котором мы сможем найти способ стать частью мира где мы живем быть менее изолированными и напуганными как нам это сделать все это начинается с любящей доброты к самим себе что в свою очередь становится любящей добротой к другим когда рушатся барьеры в нашем собственном сердце мы уже не так боимся других людей нам легче услышать то что говорят другие увидеть то что перед нашими глазами и работать в русле того что происходит вместо того чтобы бороться с этим в учениях лу джонг сказано что способ помочь способ действовать сострадательно это обменять себя на других если вы можете поставить себя на место другого вы знаете что необходимо и что тронет сердце недавно я получила письмо от подруги в котором она поливала меня грязью и ругала мои первые реакции была обида второй гнев а затем я начала продумывать письмо очень благостное дхармическое письмо которое я собиралась и написать и в котором собиралась использовать все учения и всю логику лоджонг чтобы отругать ее в силу стиля наших отношений такое дхармическое письмо должно было бы запугать ее однако это бы никак не помогло это бы только загнала нас в роли двух отдельных людей каждая из которых все серьезнее относится к своей роль я была всезнайкой она бедной ученицы однако получилось так что в тот день когда я потратил на сочинение этого письма столько энергии произошло событие заставившие меня ощутить ужасное одиночество мне было грустно я чувствовала себя такой уязвимой в этом состоянии ума я внезапно поняла как родилось письмо моей подруги оно родилось из одиночества и чувства брошенности это была ее попытка пообщаться иногда когда вы чувствуете себя несчастными вы устраиваете другим людям проверку чтобы посмотреть будете ли вам по-прежнему нравится если вы покажете им насколько гадкими можете быть в силу того что чувствовала я сама я знала и вовсе не нужно чтобы кто-то поливал ее грязью в ответ и так я написала ей совсем другое письмо чем планировала до этого чрезвычайно честное письмо в котором говорилось ты знаешь что можешь поливать меня грязью столько сколько захочешь и вываливать на меня все свои проблемы но я не собираюсь бросать тебя это не было слащавое письмо избегавшие обращение к проблеме того что между нами произошла конфронтация и что это причинило мне боль с другой стороны это не было и письмом в котором я бы впала в другую крайность и набросилась на нее я впервые почувствовала что на своем опыте испытала что значит обменять себя на другого если вы это испытали то знаете каково это и поэтому можете дать то что насколько вам известно откроет пространство и позволит потоку продолжаться вы можете дать то что поможет кому-то еще установить связь собственными прозрением смелостью и мягкостью вместо того чтобы усиливать поляризацию ситуации варите всю вину на одно это ключевой афоризм поскольку обычно сваливание всей вины на другого вытекает из факта что нам самим причинили боль и поэтому мы хотим отомстить то он действует именно такая логика вот почему обмен себя на другого занятие место другого не часть теория внутри которой вы пытаетесь представить то что чувствует другой он опирается на то что вы настолько хорошо узнаете кто есть и что вы делаете становитесь настолько искренними и честными в этом что начинаете понимать человечность вообще и можете говорить адекватно ситуации фундамент сострадательного действия важности работы с они борьбы против и здесь я имею ввиду работу с вашим собственным негативным неприемлемым материалом так что когда неприемлемое и негативное проявляется вовне вы относитесь к этому на основании работы с самими собой наполненной любящей добротой тогда в этом нет снисходительности этот недвойственный подход наполнен искренностью так как основан на нашем родстве друг с другом мы знаем что сказать поскольку на своем опыте знаем каково это закрываться отгораживаться злиться обижаться бунтовать и так далее и установили отношения с этими вещами внутри себя самих это не имеет отношения к решению проблемы это более открытый и смелый подход он связан с незнанием того что произойдет он не имеет ничего общего желанием обрести почву под ногами он связан с поддержанием открытости своих сердца и ума для всего что возникает без надежды на плод решение проблемы основана во первых на представление о том что существует проблема а во вторых на представление о том что существует решение концепции проблемы и решения могут удерживать нас в рамках представления о существовании врага и святого или правильного и неправильного способа в действии предлагаемый нами подход намного более безосновной ключевой афоризм здесь поменяй свое отношение но оставайся нейтральным или поменяй свое отношение и расслабься в нем для сострадательных отношений сострадательного общения и сострадательного социального действия нужно фундаментальное изменение отношения представление я помогаю а ты тот кому нужна помощь может какое-то время работать но в фундаментальном смысле ничего не изменится поскольку по-прежнему остается тот у кого что то есть этот у кого этого нет двойственное представление на самом деле не касается сердце учение их лоджонг отражено то что фундаментальное изменение отношения этого дыхать то чего мы не желаем и выдыхать то чего мы желаем это контрастирует с отношением охватившим нашу планету и заключающимся в том что мы отталкиваем неприятное и крепко держимся цепляемся за приятное это изменение отношения не происходит за одну ночь она происходит постепенно собственной скоростью если у нас есть устремление перестать сопротивляться тем частям самих себя которые кажутся нам неприемлемыми и мы начинаем вдыхать их это дает нам намного больше пространства мы узнаем все части себя без монстров шкафу и демонов в подвале у нас появляется такое ощущение будто мы включили свет и смотрим на себя честно и с большим состраданием мы можем начать улавливать что значит изменить свое отношение на повседневном уровне когда все прекрасно и замечательно мы с выдохом отдаем свое наслаждение делимся им с другими это также открывает огромное пространство не только для нас но и для всех остальных когда мы это делаем все внутренние препятствия не позволявшие нам установить связь со своими изначальными свежестью и открытостью начинают растворяться это фундаментальное изменение отношения революционные смелые способ работы с болью и наслаждение когда мы работаем с болью входя в нее а также работаем с удовольствием отдавая его это не означает что мы сохраняем хорошую мину при плохой игре этот подход намного более игривый мы словно танцуем с тем что есть мы осознаем что разделенность которую мы ощущаем просто смешная ошибка мы видим что вещи самого начала не двойственны мы можем пробудиться к этому осознанию основа любого настоящего сострадательного действия это прозрение в том что другие которые казалось бы находятся вовне на самом деле своего рода отраженный образ нас самих подружившись собой вы подружитесь с другими причиняя боль другим вы будете причинять боль себе другой афоризм гласит всегда следует трем основным принципом первый основной принцип всегда соблюдать принятые обеты обеты прибежища которые вы принимаете чтобы стать буддистом и обеты бодхичитты которые вы принимаете позже как выражение своего желания принести пользу другим второй принцип это воздержание от показного вызывающего поведения третий принцип всегда развивать терпение и так это три основных принципа соблюдение принятых обетов воздержание от вызывающего поведения и развитие терпения первый принцип соблюдать принятые обеты обращен к тем из нас кто принял обеты прибежища и бодхичитты однако немного послушать об этих обетах может быть полезно всем обет прибежища по сути связан с обещанием стать прибежищем то есть вместо того чтобы постоянно пытаться обрести безопасность вы начинаете развивать желание готовность вступить на неизведанную территорию это обет который вы принимаете поскольку чувствуете путь к здоровью и превращению в целостного человека заключается в том чтобы перестать так сильно цепляться за самих себя вы хотите выйти за пределы этой ситуации вы больше не боитесь себя вы можете стать прибежищем поскольку если вы не боитесь себя то не чувствуете что вам нужно укрепленное убежище обед бодхисаттвы можно было бы сформулировать так не бояться других когда вы принимаете обет бодхисаттвы то открываете окна и двери приглашая всех живых существ к вам в гости осознав тщетность и боль постоянного цепляния за самих себя вы хотите сделать следующий шаг и начать работать с другими возможно вы думаете что работаете с другими поскольку вы намного более здравомыслящие чем они и хотите распространять здравомыслие однако более глубинное прозрение в том что вы осознаете единственный способ двигаться дальше это открыть двери и окна перестать защищать себя и работать со всем что происходит это единственный способ продолжать пробуждаться мотивации для дружбы с самими собой становится помощь другим эти две вещи взаимосвязаны вы знаете что не можете помочь другим если не подружитесь собой второй базовый принцип воздерживаться от вызывающего поведения если вы представляете себя в идеальном образе героя помощника или врача а всех остальных образе жертв пациентов нуждающихся или изгоев вы продолжаете поддерживать идею разделения возможно в результате у кого-то станет больше еды или появится лучшие жилища и это необходимые вещи однако фундаментальная проблема изоляции ненависти и агрессии остается незатронутой возможно вы становитесь напыщенными в своей роли помощника это часто можно увидеть на примере многих политических деятелей люди устраивают большое шоу и вдруг оказывается что все это не имеет отношения к помощи другим это нужно для возвеличивания самих себя в 1970-х годах была сделана знаменитая фотография на которой вооруженная национальная гвардия выстроилась на антивоенном протесте к ним подошла молодая женщина и вложила цветы в дуло одной из винтовок это фото было во всех газетах я прочла статью в котором солдат державший эту винтовку а позже ставший антивоенным активистом говорил что никогда прежде не видел никого настолько агрессивного как та молодая женщина со своими цветами широко улыбавшиеся всем и устроившие большое шоу большинство молодых парней из национальной гвардии и без того задавались вопросом о том как они оказались на этой стороне баррикад и вот появилась это дитя цветов она даже не взглянула ему в глаза она не видела в нем человека все это было показухой и поэтому причиняла боль и так в этом отчасти смысл данного афоризма вам следует исследовать то что стоит за вашими действиями особенно если они производят много шума последний из трех базовых принципов это развитие терпения или культивация не носили терпение не носили это по сути поощрение к ожиданию иногда я смотрю на практику тон где он с этой точки зрения вы находитесь в ситуации в которой обычно просто кричите что-то бросаете или думаете о человеке то что привыкли думать однако вместо этого вам приходит в голову начать обменивать себя на других развивая терпение вы начинаете работать совсем плотным ощущением своего я и другого учитесь останавливаться ждать слушать и смотреть давай пространство себе и другому просто замедляя перемотку вместо того чтобы ускорять ее это немного напоминает старый совет досчитать до десяти прежде чем что-то говорить это создает паузу если вы пугаетесь или сердитесь действует своего рода естественный адреналиновый принцип когда камера начинает ускоряться само ускорение может вернуть вас настоящее вы можете использовать его как напоминание замедлиться слушать смотреть ждать и развивать терпение откажитесь от ядовитой пищи и не превращай поко в демонов это предостережение о том что лишь вам известно насколько хорошо практикуете это боги или полезная пища чтобы превозносить себя сглаживать острые углы успокаиваться и держать все под контролем можно использовать все что угодно полезной пищи становится ядовитой а боги становятся демонами тогда когда вы используете их чтобы держать себя в комнате закрытыми окнами и дверями еще один афоризма связаны сострадательным действием в первую очередь работа из самыми большими загрязнениями развитие любящей доброты к самим себе это основа сострадательного общения и сострадательных отношений время которое у нас есть это сейчас они когда-то потом самое большое загрязнение это то что кажется вам самым большим препятствием этот афоризм предполагает что вы начинаете с того где сильнее всего застряли дружба с этим большим препятствием начинает автоматически устранять меньшие препятствия поскольку более крупные препятствия например ярость ревность или ужас такие резки их яркость сама по себе может служить напоминанием работать с практикой тонклин мы можем настолько принимать как должное множество более мелких раздражителей что даже не думаем о них как о чем-то требующим работы в каком-то смысле с такими препятствиями работать сложнее всего поскольку они не проявляют себя единственное что указывает вам на их возникновение это ваши чувства праведного гнева позвольте праведному гнева указывать вам на то что кто-то цепляется за себя и что этот кто-то скорее всего вы если вы начинаете работу с больших загрязнений или крупных капканов более мелкие загрязнения также обычно становится для вас очевиднее если же вы пытаетесь работать со всеми этими маленькими препятствиями то они похожи на ваши руки и нос вы даже не думаете о них как о чем-то отличном от себя и не ощущаете их как препятствия вы просто покупаетесь на них каждый раз когда они возникают наши величайшие препятствия это и наша величайшая мудрость во всем что нам неприятно присутствует что-то острое проникающее и в этом есть большая мудрость например мы считаем своим самым большим препятствием гнев ярость зависимость или страстное желание это препятствие порождает всевозможные конфликты напряжение стресс однако в то же время в нем есть проникающие качества рассекающие все заблуждения и запутанность здесь есть и то и другое когда вы осознаете что перед вами ваше величайшее омрачение и что похоже вам от него никуда не деться потому что она слишком велико наставление заключается в том чтобы отпустить фильм отпустить разговор и полностью овладеть своим чувством отпустите слова и вернитесь к сущностному качеству материала лежащего в основе происходящего это идея вдоха идея дружбы с самими собой на глубинном уровне в процессе мы заводим дружбу со всеми живыми существами поскольку это то из чего состоит жизнь начать работу со своего самого большого омрачения значит сказать что время пришло и что наши величайшие препятствия это также наше величайшее богатство с точки зрения желания оставаться в комфорте и изоляции своей комнаты эта работа очень угрожающая часть пути сострадательного действия в том чтобы начать исследовать эту идею вдоха и проверять ее выяснить насколько истинной она окажется для вас самих принять ответственность за собственные действия чем вообще можно помочь другому человеку что вообще помогает естественной и спонтанной эволюции следующие афоризмы помогает нам это увидеть они начинаются со словами мне нравится называть их афоризмами обнаженной истины принятие ответственности за собственные действия это еще один способ разговора под хищите поскольку часть принятия ответственности это качество способности ясно видеть вещи другая часть принятия ответственности это мягкость сопровождающиеся не осуждением не делением вещей на правильно и неправильно и хорошие плохие когда мы по-доброму и честно смотрим на себя наконец здесь также есть способность двигаться вперед раньше мы называли ее отпусканием однако в каком-то смысле на личном уровне эта способность просто идти вперед вас не ошеломляет отождествление с проигравшим и победителем палачом или жертвой плохим парнем или хорошим парнем вы просто видите то что делаете настолько ясно и сострадательно насколько можете и двигайтесь дальше следующее мгновение всегда свежие открыты вам не обязательно застывать в каком бы то ни было отождествление одна из карикатур гэри ларсона изображает двух марсиан прячущихся за камнем они установили зеркало в конце тропинки по которой идут мужчина и женщина один марсианин говорит руком проверим наброситься ли они на собственное отражение кажется что мы действительно постоянно набрасываемся на свое отражение и как правило представляем что это отражение находится снаружи мы хотим обвинять мужчин женщина белых черных политиков или полицию мы хотим обвинять кого-то другого у нас есть склонность всегда вываливать все вовне даже если это вовне оказывается нашим собственным телом вместо того чтобы работать с чем-то мы склонны бороться против чего-то в результате мы становимся отчужденными тогда мы принимаем неподходящие лекарства от своей болезни защищая себя всевозможными способами чтобы случайно не вернуться к своему уязвимому месту итак сегодняшние афоризма являются большим разоблачением первое из них не говори о раненых конечностях иными словами не говори о недостатках других людей все мы получаем своего рода удовлетворение когда сидим за столом и обсуждаем несвежее дыхание мортимера мало того у него перхоть странный смех и к тому же он тупой в наших разговорах о недостатках других людей есть странная безопасность иногда мы приукрашиваем происходящее и притворяемся будто не делаем этого мы говорим эй привет ты знаешь что они воруют потом мы добавляем у нет мне не следовало этого говорить прости это было так нетактично с моей стороны больше я ничего не скажу мы бы с удовольствием поговорили еще но говорим ровно столько сколько нужно чтобы настроить людей против фани и чтобы они не обвинили нас в злословие следующий афоризм не раздумывая других в нем говорится о том что мы унижаем других людей чтобы возвысить себя возможно мы делаем это лишь своем уме в конце концов вы не говорите вслух всего ведь другие могут этого не одобрить однако про себя часто разговариваете о мортимере о том как ненавидите его манеру одеваться его походку его холодный взгляд в ответ на ваши попытки улыбнуться вы говорите довольно я критиковала мортимера с того самого дня как сюда приехала я попробую подружиться с ним однако мортимер просто встречает вашу солнечную фальшивую улыбку ледяна взглядом тогда вы продолжаете раздумывать об ужасных манерах мортимера сидя на своей подушке почти не замечаете это как мысли и не вдыхаете это вам не приходит в голову обменять себя на мортимер и вы уж точно не чувствуете к нему благодарности еще один афоризм не будь таким предсказуемым который иногда также переводят как не будь таким надежным это интересно здесь говорится о том какие мы предсказуемы и все кто занимается рекламой знает об этом им в точности известно что показать на рекламных счетах и в роликах чтобы мы захотели покупать их продукты даже такие умные люди как мы иногда поддаются притяжение этой пропаганды ведь мы очень предсказуемы в частности мы на сто процентов предсказуемы в том что если нам что-то не нравится мы бежим от этого а если нам что-то нравится мы тратим довольно много усилий и времени чтобы проглотить это целиком если кто-то делает для вас что-то приятное вы всегда это помните и хотите отплатить ему за доброту однако если кто-то причиняет вам боли вы помните это все оставшуюся жизнь и всегда хотите так или иначе отомстить вот о чем идет речь в афоризме не будь таким предсказуемым не нужно каждый раз так предсказуемо реагировать на удовольствие и боль не нужно продолжать принимать лекарства несоответствующие болезни следующий афоризм очень легко понять не злословь мы тратим много энергии времени на сплетни о других людях возможно есть кто-то всего лишь один человек с которым у вас проблемы возможно это жалкая перл она всегда чувствует себя покинутой и вы обнаруживаете что вспоминаете свою мать которые так на нее похожи перл и ваша мать неким образом сливается друг с другом и вы обнаруживаете что постоянно раздражаетесь и испытываете отвращение жалкому виду перл который вызывает вас множество реакций однако вы совершенно не заинтересованы получше узнать перл и выяснить что с ней происходят у вас нет никакого желания общаться с перл и выяснять кто она такая зато вы получаете от нелюбви к ней своего рода удовлетворения и тратите много времени энергии на разговоры с собой а жалкой перл ужасном гарации или несчастном морте мере следующий афоризм не жди в засаде это еще один афоризм обнаженной истины вас учили быть милым человеком однако вы не чувствуете себя таким уж милом возможно вы что-то знаете о своем муже а он даже не догадывается что это знаете вы держите этот козырь в рукаве ожидая нужный момент чтобы выложить его на стол однажды у вас начинается большая ссора очень горячие он только что жутко вас задел в этот момент вы достаете козырь из своего рукава чтобы как следует проучить мужа это называется ждать в засаде вы готовы быть очень терпеливыми пока не наступит подходящий момент чтобы вы смогли проучить другого это не путь воина это путь труса вы не только хотите победить вы совершенно не желаете общаться стремление к общению с другим человеком быть в состоянии слушать и говорить искренне это то что меняет старые глубоко засевшие паттерны следующий афоризм не доводи дело до боли в каком-то смысле говорит о том же это нюансы человеческой трагедии нюансы трагикомической ситуации в которой мы оказались не доводи дело до боли означает тоже что и не унижай людей мы совершаем все эти поступки потому что сами чувствуем боль потому что чувствуем себя ранеными и далекими от других вместо того чтобы для начала подружиться с тем что мы чувствуем а затем попробовать наладить общение мы прибегаем к многочисленным способом поддерживать силу и целостность истории о нас и о них именно в этом причина боли на земле в том числе разрушение экосистемы все это исходит от людей которые не дружат с собой и никогда не проявляют желание общаться с теми кого считают источником проблем так мы застреваем на поле битвы в зоне вооруженного конфликта следующий афоризм не перекладывая груз вола на корову предположим вы начальник ванна когда появляется такое дело которое кажется вам неприятным и которую вы не хотите делать вы передаете это дело ванна вы перекладываете груз на кого-то другого это похоже на греческий миф об атланте он просто прогуливался ни о чем не подозревая когда кто-то сказал и атлант не мог бы ты всего минутку поддержать землю мы тоже это делаем когда нам что-то не нравится нам не приходит в голову поработать с тем что мы чувствуем и пообщаться с человеком который нас об этом просит раскрыть ситуацию и бесстрашно и честно работать с происходящим вместо этого мы просто передаем свой груз кому-то другому и просим другого поддержать его это называется передавать фишку следующий афоризм не изворачивайся это означает не будьте не искренними и это похоже на афоризмы о том чтобы не есть отравленную пищу и не превращать богов демонов вы готовы публично свалить всю вину на себя так что все это увидят поскольку хотите чтобы люди хорошо воздумали ваша мотивация заставить других думать что вы прекрасный человек и в этом заключается увертка возможно также что есть человек который причиняет вам вред и вы вспоминаете о лоджанг однако и тут есть увертка вы не говорите отвали они или какую-то другую грубость вы милейший человек которым все восхищаются и в то же время они достается от других все меньше любви потому что она плохо с вами обращается вы словно подставляете аню притворяясь святым вот что такое изворотливость существует множество способов добиться сладкой мести последний афоризм не ищи в боли других опоры для собственного счастья что означает не старайся сделать боль других своим путем к счастью мы радуемся когда зачинщики неприятностей в нашей жизни оказывается под автобусом терпит банкротства или что-нибудь еще в этом роде моей жизни есть несколько людей подпадающих в эту категорию и меня поражает то насколько сильно я радуюсь когда кто-нибудь из них присылает мне письмо с рассказом о том как все плохо и наоборот меня преследует неприятное чувство когда я слышу что их дела идут хорошо я по-прежнему помню как они причинили мне боль и желаю чтобы они падали все ниже пока не умрут мучительной смертью вот так мы ищем в боли других опоры для собственного счастья эти афоризмы интересное исследование человеческого рода они показывают что нам нужно быть очень честными в своих делах если мы увидим эти вещи наше сострадание может значительно возрасти поскольку исследуя самих себя мы исследуем весь человеческий род монастырские правила дает нам представление о том какими были все эти святые монахи и монахини во времена будды среди этих правил есть например такое не покрывать мясо рисом чтобы раздающий пищу подложил еще мясо подумав что у вас его еще нет или такое не раздражать своего соседа по комнате с намерением выгнать его и заполучить всю комнату в свое распоряжение это настоящее правило предписание для монахов и монахинь идущий из времен будды все карикатуры мира и все комедии основаны на том о чем говорится в этой группе афоризмов когда мы делаем подобные вещи то сами не видим этого или видим и чувствуем себя так будто совершили грех и тогда либо отключаемся от происходящего либо преувеличиваем его я злословлен о других я не достоин жить на этой земле у тяжкий груз чем больше я узнаю себя тем больше это вижу я постоянно распускаю сплетни я безнадежен айвей но ведь мы также можем просто видеть то что делаем не только с честностью но и чувством юмора и идти вперед не выстраивая вокруг этого всю свою идентичность однако у нас по-прежнему остается вопрос когда я чувствую себя хуже всего когда испытываю зависть или потребность отомстить как мне поступить наилучшим образом первый шаг это нырнуть в переживание плохих чувств подружитесь с этим чувством следующий шаг научиться общаться с людьми которые как вам кажется причиняет вам боль и делают вас несчастными это не значит научиться доказывать их неправоту и свою правоту это значит научиться общаться из сердца это путешествие длиной в жизнь и она очень глубинная это не то что случается быстро и легко общаться из сердца давайте продолжим исследование сострадательных действий у нас есть сильная тенденция дистанцира дистанцироваться от своих переживаний когда они причиняют боль однако дхарма поощряет нас пристальнее присмотреться к своим переживаниям хотя для объяснения сострадательного действия можно использовать множество слов мне бы хотелось остановиться на одном слове общение в частности на общении сердца все активности следует выполнять с одним намерением это намерение пробудить бодхичит у пробудить сердце мы также могли бы сказать все активности следует выполнять с намерением общаться это практический совет все действия следует выполнять с намерением говорить так чтобы другой человек мог вас услышать они использовать слова чтобы создавать преграды и сворачивать чужие уши в трубочку в процессе этого мы также учимся слушать и смотреть этому соответствует крайне четкий афоризм идущий в паре с все действия следует выполнять с одним намерением всегда медитируй на том что вызывает обиду вместо того чтобы превращать обиду в препятствие используйте ее как напоминание чувство раздражения беспокойство страха и безнадежности это напоминание слушать внимательнее это напоминание перестать говорить и начать смотреть и слушать это напоминание использовать практику тонглин чтобы создать пространство например вы ненавидите человека стоящего перед вами вы просто хотели помочь голодному человеку едой и вот уже разговариваете с врагом бюрократом политиком с одним из них вы все сильнее злитесь на него так что ничего не происходит он становится все упрямее вы все больше приходите в ярость пропасть между вами растет а чувство огромного я против огромных них усиливается когда мы испытываем обиду то слова которые мы произносим действие которые мы выполняем и мысли которые мы думаем не дают тех результатов на которые мы надеемся кроме того мы настолько агрессивны что на самом деле не привносим в мир никакого спокойствия и гармонии обиды становится напоминанием не сердиться на себя и стать более открытыми для более неловкости если мы действительно хотим общаться нам придется отказаться от представления будто мы знаем что делать когда мы приходим со своей скрытой программой она просто не дает нам увидеть человека стоящего перед нами лучше всего отбросить наши пятилетние планы и принять неловкое неудобное чувство того что мы входим в ситуацию обнаженными мы не знаем что случится дальше или что мы сделаем афоризм афоризм держи эти три нераздельно означает что ваши действия речи мысли должны быть нераздельны с горячим желанием общаться из сердца все что вы говорите может сделать ситуацию еще более конфликтной и убедить вас в том что вы совсем одни с другой стороны все что вы говорите и делаете может поддержать ваше желание общаться подойти ближе и выйти за рамки мифа об изолированности отдельности которому вы захвачены обычно когда нам кажется что с нами поступили несправедливо наше единственное намерение это отомстить афоризм исправляя все ошибки с одним намерением эта попытка немного подбодрить нас разведить ситуацию и создать в ней немного пространства одно намерение это намерение обменять себя на другого в этом ключ исправлять все ошибки с одним намерением значит слушать то что говорится видеть человека стоящего перед вами и быть в состоянии покоится в незнании что сказать или как себя повести просто наблюдать и ждать тогда слова сами придут к вам поскольку человек перед вами говорит ну что ты думаешь я не знаю посмотрим убедишь ли ты меня сделать это по-твоему или просто кричит на вас если бы мы просто поняли что нам необходимо научиться общаться возможно мы бы не только могли помочь найти голодным людям еду о бездомном дом но и стать свидетелями фундаментальной перемены ослабление агрессии на планете и усиление сотрудничества мы действительно разные мы очень отличаемся друг от друга то что одному человеку кажется вежливо другому покажется крупным в одних культурах считается неприличным рыгать во время еды в других же это показатель того что вы довольны пищей запах который кажется отвратительным одному человеку другому может показаться прекрасно мы действительно разные и мы должны признать это однако вместо того чтобы развязывать войну из-за своих различий давайте сыграем футбол это будет странной игрой если учесть наставление отдать победу другому и оставить поражение себе но это не значит что мы играем чтобы проиграть это значит что мы играем чтобы играть мы могли бы играть вместе даже если вы поделились на две команды мы просто играем без всяких ставок разные команды нужны иначе не получится никакой игры однако это не должно вести к третьей мировой войне или уничтожению планеты один из моих любимых учителей дхармы это доктор сьюз ему так прекрасно удается уловить изобразить условия человеческого существования одна из его истории начинается с того что двое людей идут навстречу друг другу по узкой дорожке когда они встречаются они оба отказываются уступить другому дорогу остальные люди строят мосты и даже целые города чтобы обойти их жизнь продолжается однако двое упрямцев так и остаются стоять отказываясь уступить даже через восемьдесят пять лет им не приходит в голову просто поинтересоваться почему другой отказывается уступить или просто попробовать пообщаться даже если за все эти годы они так бы не сдвинулись с места у них мог бы получиться интересный диалог смысл не в том чтобы пытаться достичь гармонии или сгладить все острые углы хотя если ваша задача в этом желаю удачи смысл в том чтобы жить вместе на этой земле с нашими различиями и общаться ради самого общения главное это процесс а не плод если вы достигнете своей цели используя агрессивную тактику ничего так и не изменится у доктора сьюза есть и другая история о снитчах высшая раса на которую все хотят походить и которую все ненавидят это снитчи со звездами только у них на животе и звезды у всех остальных звезд нет один очень умный малый знал что снитчи очень предсказуемы и поэтому придумал машину которая могла поставить на живот звезду снитчи без звезд на животе толпами шли к нему и уходили со звездами однако конечно же снитчи со звездами по-прежнему знали кто они и помнили о своем превосходстве это совершенно не сбила с них спесь однако чтобы помочь в этой очень предсказуемой ситуации тот же умный малый придумал новую машину которая позволяла убрать звезду живота так что все снитчи со звездами воспользовались этой машиной и убрали звезды со своих животов теперь превосходство было на стороне тех у кого нет звезд умный малый не выключал свои машины снитчи мчались то к одной то к другой его карман текли деньги однако через какое-то время снитчи пережили шуньяту они больше не знали кто есть кто что есть кто и кто был с не чем со звездой а кто не был с не чем со звездой так что наконец им пришлось просто посмотреть друг на друга без всяких ярлыков и предубеждений другой афоризм гласит тренируйся беспристрастно во всех сферах крайне важно делать это всесторонне и искренне тренироваться без предубеждения без ярлыков довольно трудно вся практика тонгли на учение лоджанг поддерживает эту идею поощряя нас увидеть предвзятость когда она возникает и начать улавливать то насколько болезненно чувствовать предвзятость обиду осуждение это мощное сострадательное учение поскольку она уважает наш интеллект и наше изначально доброе сердце она просто говорит начни видеть то что делаешь без непременных попыток изменить это просто смотри так вещи начинают меняться когда мы говорим а тренируйся беспристрастно первый шаг медитировать на предубеждение когда она возникает здесь тот же смысл что и в афоризме всегда медитируй на том что вызывает обиду так мы получаем возможность тщательно и всесторонние тренироваться в любой ситуации часто практики тонглин учит именно так как сказано в этом афоризме как способу всесторонней и тщательной тренировки рядом с любимым человеком вы можете выполнять эту практику в любой ситуации вы начинаете себя вы распространяете практику на ситуации в которых спонтанно возникает сострадание обменивая себя на того кому хотите помочь после этого вы переходите к немного более сложной области в этом афоризме сказано что вам следует распространять эту практику на всех всесторонне никого не исключая расширьте практику на тех кого обычно называют безразличными вам людьми пожалуй такие отношения являются для нас наиболее обычными есть люди которых мы никогда так и не узнаем и которые нас абсолютно не интересует это те люди которые сидят на тротуаре и у которых нет дома которых мы стараемся побыстрее оставить позади поскольку их вид причиняет слишком сильную боль кроме того это те люди которые сами быстро проходят мимо нас поначалу выполнять практику тонн для тех кого мы не замечаем может быть сложно но одновременно это может быть наиболее ценно начать смотреть на людей которых мы прежде не замечали идя по улице и относиться к ним с интересом когда мы встречаемся в жизни с ситуациями спонтанно вызывающими у нас сострадание не обязательно выполнять все четыре шага можно начать сразу с третьего шага выдыхать боль ситуации с которой мы столкнулись и выдыхать то что может помочь достаточно вдыхать боль и выдыхать облегчение или любовь остальные шаги проблеск абсолютной бодхичитты и работаю с черным тяжелым и горячим и белым легким и прохладным делать необязательно повседневной жизни когда вы выполняете тоннглин в гуще событий эти шаги можно пропустить ключ к сострадательному действию в том что всем нужен кто-то кто был бы рядом просто рядом одна моя подруга получила сильные ожоги которые изуродовали ее позже и удалось сделать пластическую операцию для улучшения своей внешности однако очень долго она оставалась в таком состоянии что на нее было трудно смотреть для нее это было временем почти полной изоляции медсестры заходили в ее комнату говорили что-нибудь подбадривающе и убегали так быстро как только могли врачи входили говорили практичные вещи и смотрели в ее карточку но не смотрели на нее сама все кто с ней встречался старались держаться подальше поскольку ее вид был слишком пугающим слишком устрашающим это касалось даже ее семьи и друзей люди звонили чтобы исполнить свой долг однако присутствовало ощущение что они не хотят иметь дело с ужасом обезображенного человека наконец ее начали посещать люди из хосписа они сидели с ней и держали ее за руку просто были с ней они не знали что сказать или в чем она на самом деле нуждалась но они не боялись ее и она осознала на самом деле людям нужно чтобы их не боялись и не отдалялись от них практика тонглин дает именно это поддержку для того чтобы мы просто были с другим человеческим существом и попытались общаться с ним иногда нельзя ничего сказать или сделать тогда самое глубокое общение заключается в том чтобы просто быть рядом практика идет еще дальше мы начинаем себя расширяем область до ситуаций в которых естественно возникает сострадание затем до безразличных нам людей а затем переходим к врагам будьте благодарны каждому воно если честно наверное никто в этой комнате не готов выполнить практику тонглин в отношении врага само слово враг уже является проблемой ярлыком с которым связана эмоция огромный гнев и очень уязвимое место по сути вам придется начать там где вы есть с вашего отвращения и любого другого чувства но сделать это с устремлением расширить круг сострадания на собственном опыте работы с практикой пробуждения бодхичитты я обнаружила что круг сострадания расширяется со своей собственной скоростью и спонтанно вы не можете просто сделать так чтобы это произошло вы точно не можете притвориться что это произошло однако думаю если вы поэкспериментируете если время от времени все-таки будете притворяться и посмотрите что происходит когда вы выполняете практику тонглин в отношении своего врага это может вас воодушевить сами попытки сделать это и посмотреть что происходит когда ваш враг стоит перед вами или вы намеренно вспоминаете его сидя в зале для медитации чтобы выполнить практику тонглин очень воодушевляет поразмыслите над этим простым наставлением что мне нужно чтобы я смог общаться со своим врагом что нужно чтобы мой враг услышал то что я говорю и что нужно чтобы я смог услышать то что пытается мне сказать он или она вся практика тонглин сводится к тому как общаться из сердца вы можете расширить область еще больше до всех живых существ и это позволяет увидеть невероятную широту данной практике разумеется мы можем использовать идею всех живых существ чтобы дистанцироваться от боли чтобы сделать непосредственную относительную ситуацию более абстрактной и отдаленной кто-то однажды совершенно серьезно сказал мне мне очень легко выполнять тонглин для всех живых существ но несколько сложнее выполнять его для моего мужа выполнение практики тонглин для всех живых существ не обязательно должно быть оторвано от его практики для вас самих и вашей непосредственной ситуации мы много раз подчеркивали этот момент установив связь собственным состраданием размышляйте о том что бесчисленные существа в этот момент чувствуют то же самое когда вы выполняете практику когда всех живых существ так и для себя вы начинаете осознавать что я и другой на самом деле не отделены друг от большие тиски если мы хотим общаться и обладаем сильным устремлением помогать другим на уровне социального действия на уровне собственной семьи в работе внутри нашего сообщества или же просто хотим быть рядом с людьми когда они в нас нуждаются то рано или поздно мы попадем в большие тиски наша идея и реальность происходящего не соответствует друг другу мы чувствуем себя так словно попали в руки жуткого великана который пытается раздавить нас своими пальцами мы оказываемся между молотом и наковальни часто между нашими идеями и тем с чем мы сталкиваемся на самом деле существует несоответствие например когда мы воспитываем детей у нас есть множество прекрасных идей но иногда бывает очень сложно применить все эти прекрасные идеи к нашим реальным детям измазанным едой которая была приготовлена на завтрак другой пример медитация замечали ли вы когда-нибудь как трудно действительно чувствовать эмоции не уходя в них с головой или как трудно просто развивать дружелюбие к самим себе когда вы чувствуете себя такими жалкими испытываете панику или на чем-то зацикливаетесь существует несоответствие между вашим вдохновением и насущной ситуации непосредственной ситуации именно трение между этими двумя вещами тиски зажимающие вас между реальностью и вашим видением заставляют вас расти пробуждаться и быть на сто процентов порядочными живыми и сострадательными большие тиски одно из самых полезных мест на духовном пути в частности в путешествие и пробуждение сердца они в полезно поговорить поскольку снова и снова оказываясь в них мы как правило просто хотим убежать а иногда вообще все бросить это похоже на выгорание ощущение совершенно некомфортное но от них никак не улизнуть это похоже на собаку вцепившуюся зубами вашу руку так сильно что вы не можете просто стряхнуть и время больших тисков по ощущениям напоминает период кризиса у нас есть устремление пробудиться и помочь другим и в то же время похоже что все работает совсем не так как нам бы хотелось мы чувствуем невозможность как увязнуть в своей ситуации так и полностью отбросить ее попав в большие тиски вы учитесь скромности и в то же время в этом есть обширное видение это интересный момент тиски делают вас мягче и одновременно в них есть широта видения посредством практики медитации мы научимся не отвергать но и не цепляться это тот же парадокс с которым мы сталкиваемся в своей жизни дело даже не в том отвергаете вы или нет а в том что иногда вы обнаруживаете что не можете сделать ни того ни другого или делаете и то и другое одновременно однажды меня пригласили учить вместе с авангом старшим сыном тронг пырин почи и ситуация была такова что мне не был до конца понятен мой статус иногда со мной обходились как с важной шишкой которая должна входить через особую дверь и сидеть на особом сиденье в такие моменты я думала ладно я большая шишка я начинала носиться с этой идеи и придумывала подобающие большой шишки представления о том как все должно быть однако затем я получала другое послание о нет 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 ты должна просто сидеть на полу общаться со всеми и быть одной из народа ладно теперь послание было в том что я должна была быть обычной не выделяться и не быть учителем однако как только мне становилось комфортно быть скромной меня просили сделать что-нибудь особенное что-то подобающее лишь большим шишкам это был болезненный опыт поскольку я постоянно чувствовала как мои собственные ожидания оскорбляют или унижают меня как только у меня появлялась уверенность в том какое должна быть я могла почувствовать безопасность я получала сообщение что все должно быть наоборот наконец я сказала савангу это очень больно я просто не знаю кем я должна быть но тебе нужно научиться быть большой и маленькой одновременно ответил он мне кажется смысл именно в этом привыкнуть к тому чтобы быть только большим или только маленьким только правом или только неправым легко хотя нам кажется что быть неправым плохо если мы привыкнем думать что мы всегда неправы это тоже может стать довольно комфортном состоянии нам подойдет любая опора и мы хотим заполучить ее стать победителями или проигравшими большими шишками или серыми мышками однако если мы хотим общаться если мы действительно хотим открыть свое сердце рано или поздно нам придется оказаться в больших тисках где мы не можем увязнуть в настоящем и не можем отбросить его мы оказываемся заложниками сочной ситуации мы одновременно и большие и маленькие жизнь восхитительно и одновременно ужасно она и то и другое когда мы ценим восхитительное в ней это вдохновляет нас придает нам сил подбадривает позволяет нам широко взглянуть на вещи питает нас энергией мы ощущаем связь с ней однако если происходит лишь это мы становимся высокомерными и начинаем смотреть на остальных сверху вниз с абсолютной серьезностью чувствуем себя большими шишками и хотим чтобы так оставалось всегда восхитительном появляются оттенки страстного желания и зависимости с другой стороны ужасные болезненный аспект жизни значительно смягчает нас знание более очень важный компонент того чтобы быть рядом с другим человеком ощущая большое горе вы можете посмотреть прямо в глаза другого человека потому что чувствуете что вам нечего терять вы просто рядом с ним ужасные смиряет и смягчает вас однако если бы все всегда было ужасно мы бы лишь скатывались все ниже и ниже мы были бы в такой депрессии настолько лишенными присутствия духа и надежд что у нас не было бы энергии даже для того чтобы съесть яблоко восхитительно и ужасно и нужны друг другу первое вдохновляет нас второе смягчает они дополняют друг друга сегодняшние афоризмы это наставление о том как общаться из сердца акцент здесь на том как поддерживать сердце открытым и впустить в него сочность и богатство больших тисков один из этих афоризмов какое бы событие из двух не случилось будь терпелив восхитительно событий или ужасно приятно или отвратительно будьте терпеливы терпение означает позволить вещам разворачиваться с их собственной скоростью вместо того чтобы рубить с плеча руководствуясь привычной реакции на боль или удовольствие подлинное счастье скрытое как под восхитительным так и под ужасным часто не успевает развернуться поскольку мы слишком быстро хватаемся за старый привычный паттерн терпению не научиться в безопасной обстановке ему не научиться когда дела идут гармонично и хорошо кому нужно терпение когда все идет гладко если вы сидите в своей комнате за закрытой дверью и задернутыми шторами все может казаться гармонично но как только что-то идет не по-вашему вы взрываетесь терпение невозможно развить если ваш паттерна в том чтобы всегда искать гармонии и сглаживать острые углы терпение подразумевает готовность быть живыми вместо того чтобы искать гармонию один отшельник прославившийся своим аскетизмом 20 лет практиковал в пещере однажды в его пещеру явился патрул ринпочи учитель отличавшийся своей непредсказуемостью и отшельник почтительно и любезно приветствовал его патрул ринпочи сказал расскажи что ты здесь делал я практиковал совершенство терпения ответил отшельник патрул ринпочи вплотную приблизил свое лицо к лицу отшельника и сказал но ведь таким старым мерзавцам как мы нет дела до терпения мы делаем это лишь для того чтобы завоевать всеобщее восхищение разве нет мы делаем это лишь для того чтобы люди считали нас очень важными ведь так отшельник начал раздражаться однако патрул на этом не остановился он просто рассмеялся и похлопал отшельника по спине со словами да уж мы то знаем как обдурить людей правда мы это знаем как никто другой они наверняка приносят тебе кучу подарков в этот момент отшельник поднялся и закричал зачем ты сюда пришел зачем мучаешь меня уходи и оставь меня в покое тогда ринпочи сказал где же теперь твое совершенство терпения вот в чем все дело мы создаем для себя идеальную ситуацию в которой мы очень высокого мнения самих себе но что происходит когда мы попадаем в большие тиски следующий афоризм не поддавайся власти внешних обстоятельств о чем-то чудесном или даже просто приятном вы говорите вау я хочу это о чем-то ужасном или даже немного раздражающим вы говорите я не хочу иметь с этим дело смысл в том что сложности не заканчивается если вы пожелаете держать свое сердце открытым сложности быстро станет больше а не меньше гармония может показаться несбыточной надеждой чтобы не корить себя за то что вы поддались внешним обстоятельствам вспомните историю будды шакьямуне за миг до его просветления все внешние обстоятельства форме дочерей мары обрушились на него чтобы починить свои власти мары символизирует все то к чему прибегаем чтобы найти альтернативы присутствую здесь и сейчас непосредственно перед просветлением к будде приходили все возможные идеи казалось что проявились абсолютно все возможные сложности однако в тот вечер кое-что было по-другому будда просто оставался сидеть на своем месте открыл свое сердце всему что возникало не закрывался и полностью присутствовал там чтобы вы не упрекали себя знайте что полное переживание неподвластности внешним обстоятельствам называется просветление афоризм не колеблись очень хорошо дополняет афоризм призывающий не поддаваться власти внешних обстоятельств чтобы не возникало вы можете держать свое сердце открытым кроме того вы можете увидеть в попытках отстраниться или закрыться возможность пробудиться ваши реакции на болезненные или приятные вещи дают вам возможность практиковать лоджинг у вас есть хорошее наставление о том что делать с болью вдохнуть ее стать с ней ближе подружиться с ней у вас есть наставление о том что делать с удовольствием посылать его другим отдавать то чего вам меньше всего хочется решиться таким образом мы можем начать понимать боль других и желать другим счастья виде в радостях и наслаждениях нашей жизни не проблемы а инструменты помощи другим следующий афоризм не жди аплодисментов означает не жди благодарности это важно когда вы открываете двери окна и приглашаете к себе в гости всех живых существ стены начинают рушиться и вы оказываетесь во вселенной где вы совершенно беззащитны теперь вам некуда деваться если вы думаете что уже этого достаточно чтобы вы были довольны собой и чтобы вас осыпали благодарностями этого не произойдет вместо того чтобы ожидать благодарности было бы полезнее ожидать неожиданного тогда вы возможно испытаете интерес и любопытство к тем кто входит в вашу дверь мы можем начать открывать свои сердца другим тогда когда совершенно не надеемся что-то получить взамен мы делаем это просто так с другой стороны полезно выражать благодарность другим полезно показывает другим как мы их ценим однако если за этим стоит мотивация понравиться им мы можем вспомнить этот афоризм мы можем благодарить других но должны полностью оставить надежду на то что они также отблагодарят нас просто держите дверь открытой без всяких ожиданий один из афоризмов гласит не давай неверных интерпретаций не настаивай на неверном представлении о том что такое гармония что такое сострадание что такое терпение что такое щедрость не давай этим вещам неверных интерпретаций есть сострадание есть идиотское сострадание есть терпение и есть идиотское терпение и щедрость и есть идиотская щедрость например когда вы пытаетесь загладить все острые углы избежать конфликтов и не раскачивать лодку это не настоящее сострадание или терпение это контроль вы не пытаетесь вступить на неизведанную территорию обнаружить себя более открытыми меньше защищающимися и поэтому пребывающими в лучшем контакте с реальностью вместо этого вы используете идиотские форма сострадания и тому подобное просто чтобы удержать свою позицию когда вы откроете дверь и пригласите в гости всех живых существ вам придется отбросить свои планы к вам входит много разных людей как только вам начинает казаться что ваш маленький план может сработать он вас подводит он оказался очень полезным своно но когда вы попробовали применить его с мортимером он посмотрел на вас как на сумасшедшего а когда вы попробовали применить его с аней она обиделась ни одна формула не будет работать всегда если вы приглашаете в гости всех живых существ но сами желаете лишь гармонии рано или поздно вы обнаружите что один из ваших гостей дурно себя ведет и вы не можете просто сидеть с радостным лицом и выполнять практику тунглин пытаясь привнести к гармонии в общем вы садитесь и говорите ладно сейчас я собираюсь подружиться с тем фактом что мне больно что я напуган и что это по-настоящему ужасно однако так вы просто пытаетесь избежать конфликта вы просто не хотите усугублять ситуацию тогда все гости начинает ужасно себя вести вы целый день старательно работаете они просто сидят курить сигареты пьют вино едят вашу еду и в конце концов избивают вас вы думаете что ничего не делая не говоря ведете себя как воин или бодхисаттва но на самом деле вы ведете себя как трус вы просто боитесь сделать еще хуже наконец они вышвыривают вас из вашего собственного дома и вы сидите на тротуаре кто-то проходит мимо и говорит почему ты тут сидишь я практикую терпение и сострадание отвечаете вы вы неправильно поняли смысл хотя мы отбросили свои планы хотя вы пытаетесь работать с ситуациями вместо того чтобы бороться с ними возможно вам придется сказать сегодня вы можете здесь переночевать но завтра вы уйдете а если этого не произойдет я позвоню в полицию на самом деле вы не знаете что принесет пользу тому или иному человеку однако если вы позволяете другим избивать вас есть вашу еду и выбрасывать вас на улицу и это не приносит пользы никому и так в афоризме не давай неверных интерпретаций на самом деле говорится о больших тисках здесь говорится что вы не знаете что окажется полезным однако должны говорить и действовать с ясностью и решительностью ясность и решительность возникает и желание замедлиться прислушаться и присмотреться к тому что происходит они возникают из открытости вашего сердца они из-за сбегания тогда действие речь согласуется с тем что нужно сделать для вас самих и для другого человека мы допускаем множество ошибок если вы поговорите с человеком который по вашему поступает в своей жизни мудро и смело вы можете обнаружить что он причинил боль огромному количеству людей и совершил множество ошибок однако использовал эти ситуации как возможности стать скромнее и открыть свое сердце мы не становимся мудрее сидя в комнате закрытыми дверями и окнами тренируйся в трех сложностях мой любимый афоризм поскольку он признает что путь на самом деле сложен однако потратить на него наше время это хорошая идея есть три сложности первое это увидеть невроз как невроз вторая это быть готовым сделать что-то иначе третье это устремление сделать это своим образом жизни увидеть невроз как невроз первая сложность увидеть то что вы делаете этому соответствует афоризм освободи себя посредством исследования и анализа это интересный момент быть способными увидеть то что мы делаем без ненависти к себе это может быть описанием май 3 любящий доброты мы можем увидеть то что делаем и осознать что это наше первое переживание больших тисков видеть что мы делаем не нападая на самих себя это путь воина этот афоризм об освобождении себя посредством исследования и анализа подобно афоризмом не завидуй не будь легкомысленным и не тони в жалости к себе означает что первый шаг это увидеть что вы завидуете увидеть чтобы легкомысленно увидеть что вы тонете в жалости к себе вы думаете про себя а чтобы сделал в этой ситуации доктор сьюз вместо того чтобы применять это как оружие против самих себя вы можете выдохнуть и осознать что это та информация которая вам необходимо чтобы держать свое сердце открытым если бы все на планете могли увидеть то что они делают с добротой все бы начало очень быстро меняться даже если бы мы не дошли до второй сложности вторая сложность это сделать что-то иначе даже если вы видите то что делаете можете ли вы сразу сделать что-то иначе если вы ревнуете можете ли вы просто щелкнуть пальцами и перестать ревновать все мы знаем что это намного сложнее вы сидите на своем месте а на другом конце комнаты ваш бойфренд сидит с другой девушкой и прекрасно проводит время с каждой минутой вы все сильнее ревнуете и все больше свирепеете на вашем плече сидит маленькая птичка которая говорит вот он твой шанс ты можешь использовать это чтобы пробудиться вы отвечаете и даже не думай он просто урод я хочу на него сердиться он заслуживает мой гнев теперь маленькая птичка прыгает вверх-вниз и говорит и ей ты что не помнишь вы говорите я не верю во все это я ревну и справедливо а он просто ужасен и старенькая птичка перепрыгивает на другое плечо тянет вас за ухо и говорит ну же ну же позаботься о себе разберись в этом отбрось свой фильм даже не думай отвечаете вы вы невероятно упрямо это то что происходит со мной самой даже когда нам известны методы заботы о себе мы очень упрямо если вы думаете что сложно бросить курить попробуйте бросить свои привычные паттерны это вызывает такое же ощущение тошноты которые вы испытываете когда отказываетесь от других зависимостей и так привычная реакция на ясное видение себя состоит в том что вместо самоосвобождение посредством исследования и анализа вы принимаете не то лекарство раздуваете ревность еще больше тонете в жалости к себе и становитесь еще легкомысленнее обычно мы делаем это в разговоре с самими собой это похоже на раздувание огня мехами мы просто сидим и фантазируем о том как наш бойфренд уходит с вечеринки вместе с нашей подругой или же говорим собой о том что все это безнадежно что мы чувствуем это постоянно и что лучше уже не будет сделайте что-то иначе например выполните практику тонклин поможет любое другое действие любое кроме привычного например вы можете подняться наверх и с громким пением принять холодный душ или выпить воду с другой стороны стакана как делаете когда пытаетесь избавиться от икоты но даже если вы видите то что делаете и делаете что-то иначе третья сложность в том что вам трудно продолжать в том же духе сделать пресечении привычного паттерна своим образом жизни и так каждый раз когда вы видите что по привычке на чем-то зацикливаетесь вы возможно решите ловить себя на этом и делать что-то иначе в рамках развития сострадания к самим себе и другим однако не удивляйтесь и не сдавайтесь когда станет трудно в практике трех сложностей нас поддерживает афоризм две активности одна в начале одна в конце в начале дня просыпаясь вы выражаете свое устремление сегодня я буду практиковать три сложности пусть я вижу что я делаю когда это происходит пусть я сделаю что-то иначе и пусть это станет моим образом жизни в начале дня вы можете своими словами поощрить себя к тому чтобы держать свое сердце открытым и оставаться любопытными вне зависимости от того насколько становится трудно далее в конце дня перед самым сном вспомните свой день вместо того чтобы использовать произошедшее как оружие для нападок на самих себя поскольку за весь день бы ни разу не вспомнили то к чему устремлялись утром вы можете просто использовать это как возможность лучше узнать себя и увидеть все забавные способы самообмана все способы которые так хорошо помогают вам отключаться и закрываться если вы чувствуете что больше не хотите практиковать три сложности поскольку эта практика обрекает вас на неудачу посмотрите на себя с добрым сердцем размышление о делах прошедшего дня может быть болезненным однако в конце концов вы можете развить уважение к себе поскольку видите как много всего произошло вы не были всегда одинаковыми как сказал в конце своей жизни карл густав юнг я поражен разочарован и доволен собой я измучен испытываю депрессию и восторг я во всем этом одновременно и не могу суммировать этого итак это большие тиски хотя вы слушаете все эти учения и у вас есть в качестве поддержки все эти практики большие тиски все же стали вашей реальностью вы должны это переварить учение практики похоже на концентрат апельсинового сока на густой оранжевую жижу банки а жизнь подобно воде вы должны смешать их друг с другом тогда вы получите хороший апельсиновый сок который сможете налить в большой кувшин и предложить всем хотя он и из банки вы то знаете что на самом деле он только что выжит практика с высокими ставками бога героя американского комикса сказал мы встретили врага и он это мы сейчас этот афоризм можно часто услышать от защитников окружающей среды реки загрязняет не кто-то другой это делаем мы сами причины заблуждение замешательства загрязнение окружающей среды и насилия это не чужая проблема а то что мы можем увидеть в самих себе однако чтобы сделать это мы должны понять что встретили друга и он это мы чем больше мы дружим самими собой тем лучше видим что наша тенденция к закрытости и самоизоляции укоренены в ошибочном представлении будто путь к счастью лежит через обвинение других не совсем понятно кто такие мы и кто такие они сенсей бернард классман много работавший с бездомными в нью-йорке сказал что работает с ними не потому что он такой хороший парень а потому что вхождение в те сферы общества которые он отвергал является для него единственным способом подружиться с отвергнутыми частями в самом себе все это взаимосвязано мы работаем над собой чтобы помогать другим и помогаем другим чтобы работать над собой это очень важный момент мы могли бы сказать что работа с другими это практике май 3 с высокими ставками поскольку когда мы начинаем работать с другими почему-то оказывается что все они выглядят как в она или они если мы искренне хотим быть рядом с другими не закрывая своего сердца ни для кого и ни для чего наш милый маленький образ того какие мы добрые сострадательные разлетается в дребезги мы постоянно подвергаемся проверки и всегда встречаем тех кто лучше всего подходит для нее чем больше вы готовы открыть свое сердце тем больше возникает вызовов которые заставляют вас желать закрыть его эту работу невозможно выполнять в безопасной зоне вам придется отправиться на рынок и жить так же как и все остальные но с дополнительным ингредиентом нежелания закрывать свое сердце май 3 любящие доброта должна проникнуть очень глубоко поскольку практикуя ее вы увидите все что есть внутри вас каждый раз когда кто-то наступает на ваши мозоли это как большое зеркало показывающий вам ваше собственное лицо словно вы злая мачеха из сказки белоснежка и семь гномов вы хотите чтобы зеркало сказала вам то что вы хотите услышать даже если это будет указание на отсутствие доброты или присутствие эгоизма вообще-то вы даже можете использовать поразвение собственное ограничение чтобы почувствовать себя лучше однако мы не хотим непредвиденной обратной связи от зеркала мы не хотим оказаться обнаженными уязвимыми у нас есть слепые пятна ему направляя много энергии на то чтобы поддерживать их однажды злая мачеха подошла к зеркалу и сказала зеркало зеркало на стене кто всех прекраснее в нашей стране и вместо ты милая зеркало ответила белоснежка к такому злая мачеха не была готова однако мне кажется все мы знаем что нет смысла пенять на зеркало когда она показывает нам наше собственное лицо и уж конечно нет смысла разбивать зеркало когда-то я была знакома с очень влиятельной женщиной который всегда удавалось добиться своего весь ее подход к жизни был отражен в том факте что весы в и ванной были настроены таким образом чтобы всегда показывать тот вес который она хотела видеть если вы смотрите в зеркало видите что у вас на носу большой прыщ и решайте действительно заметить его содрогнуться ощутить неловкость и все же заняться своими обычными делами то когда какой-то пятилетний ребенок подбегает к вам и говорит и и тети у тебя большой прыщ на носу вы просто отвечаете я знаю однако если вы попробуете скрыть этот прыщ под косметикой или пластырем то будете шокированы и оскорблены когда кажется что все увидели его несмотря на ваши ухищрения эта тенденция ссылаться на самих себя защищать самих себя сильное вездесущее простой способ обратить ее вспять это развивать в себе любопытство и интерес ко всему это еще один подход к помощи другим однако разумеется этот процесс также помогает нам самим похоже что весь путь связан с развитием любопытства с тем чтобы смотреть наружу интересоваться всеми подробностями своей жизни и своего непосредственного окружения когда мы оказываемся в ситуации где кто-то наступает на наши любимые мозоли у нас есть выбор подавить свои чувства отыграть их или же практиковать если мы сможем начать выполнять обмен вдыхаясь с намерением держать свое сердце открытом смущению страху или гневу которые мы чувствуем то к своему удивлению обнаружим что мы также открыты чувством другого человека открытое сердце это открытое сердце когда ваше сердце открывается с ним открываются ваши глаза и ваш ум и вы можете увидеть происходящее на лицах и в сердцах других людей если вы идете по улице видите где-то вдалеке так далеко что вы не можете ничего сделать человека который бьет свою собаку и ощущаете беспомощность вы можете начать выполнять обмен вы начинаете выполнять его с собакой а потом обнаруживаете что выполнять его с человеком потом вы делаете его для своего разбитого сердца и для всех животных и людей которые жестоко обходятся с другими из которыми жестоко обходятся другие а также для всех людей которые подобно вам наблюдают за этим и не знают что делать просто выполняя этот обмен вы делаете мир более просторным и наполненном любовью местом существует традиционное учение призывающие рассматривать всех живых существ как своих матерей все они когда-то были вашими матерями они были добры к вам и вы были близки с ними это учение всегда казалось мне старомотным однако потом я прочла книгу джоанна мэйси в которой она вспоминала как слышал это учение в индии от тибетского учителя это было так скучно что она вышла на улицу подышать когда нашла по дорожке ей повстречалась старушка согнувшиеся под вязанкой дров которые она несла на своей спине внезапно джоанна подумала это женщина когда-то была моей матерью хотя в индии она постоянно проходила мимо таких женщин и мужчин как эта старушка несущих тяжелый груз и согнутых настолько что невозможно было даже увидеть их лица она захотела увидеть лицо этой старушки джоанна захотела узнать кем была эта женщина поскольку могла думать лишь о том что она когда-то было ее матерью эта история джоанна мэйси кое-чему меня научила учение о том что все живые существа когда-то были нашими матерями призывает нас интересоваться другими быть любопытными быть добрыми все эти безымянные люди на улице когда-то были вашими возлюбленными братьями сестрами отцами матерями детьми и друзьями даже если вы в это не верите вы можете просто спросить себе кто они и начать смотреть на них с интересом и любопытством все люди такие же как и мы у каждого из нас своя жизнь мы думаем что мы центр вселенной и никто из нас не уделяет особого внимания другим до тех пор пока дело не доходит до сильной страсти или сильной агрессии сегодняшний афоризм работой с тремя основными причинами три основные причины это то что помогает нам держать свое сердце открытым помнить об обмене себя на других и общаться это учитель учение и драгоценное человеческое рождение для начала рассмотрим учителя в учениях лоджонг учителя называют духовным другом кальяна митрой учитель похож на старшего воина или на воина ученика который прошел по пути дальше чем вы это тот кто вдохновляет вас самих идти по пути воина когда вы смотрите на него то вспоминаете о собственной мягкости собственной ясности ума собственной способности постоянно выходить за границы и открываться что-то в нем трогает ваше сердце вы хотите дружить с этим человеком как с учителем доверие это необходимый ингредиент если вы вступаете в серьезные отношения с учителем то принимаете на себе обязательства оставаться с ним а учитель принимает на себя обязательства оставаться с вами так что вы остаетесь вместе чтобы не романтизировать эти отношения я люблю повторять то что когда-то сказал тронг по рим почи роль духовного друга в том чтобы оскорблять вас это правда конечно ваш духовный друг не звонит вам по телефону и не начинает поливать вас грязью а также не пишет вам писем о том какой вы придурок скорее всего духовный друг это ваш главный ванна духовный друг высвечивает все ваши слепые места единственное отличие духовного друга от всех остальных людей в вашей жизни в том что мы приняли на себе обязательства оставаться с ним или с ней и беде и в счастье в горе и в радости богатстве и бедности болезни и смерти в наши дни мы испытываем проблемы с исполнением своих обязательств сейчас не та эпоха когда обязательства в цене вступая в отношения с духовным другом вы сами подставляете себя место уютной и питающей ситуации которые вы могли себе представить самом начале учитель всегда добр и заменит матери отца которые вас никогда не любили вы обнаруживаете что эти отношения заставляет вас увидеть прыщи на своем носу а зеркало на стене не говорит что у всех прекраснее в этой стране в этих отношениях вы начинаете видеть все что было скрыто пребывание рядом струнг пэрин поча я походила на большое разоблачение часто он почти ничего не говорил вы приходили с проблемой которая казалась вам такой огромной когда вам наконец удавалось заговорить с ним проблема переставал оказаться такой уж важны тем не менее вы начинали нагнетать эмоции а он просто сидел там или иногда смотрел в окно и зевал однако даже когда он просто сидел там глядя на вас и слушая вас был всегда чувствовали что разоблачили себя перед самими собой даже если вы были с группой других людей и вам казалось что он вас не замечает вы ощущали всю полноту смущения рядом с учителем вы ощущаете все свои попытки представить ситуацию в нужном вам свете ощущаете все свои попытки показаться хорошими вы ясно видите что постоянно делаете это однако вы взяли на себе обязательство такое от которого вам не сбежать и которые невозможно сбросить со счетов на этот раз вам придется сдержать его ваша верность становится похоже на три сложности когда вы находитесь рядом с духовным другом или даже просто думаете о нем и они вы начинаете видеть невроз как невроз это подталкивает вас к практике второй сложности начать применять учение наконец вы хотите сделать это образом жизни духовный друг не подтверждает вашего существования он служит зеркалом в котором вы видите где застряли эти отношения стимулируют вас к пробуждению самое важное в отношениях с духовным другом то что это фундаментальная тренировка вашего взгляда на все ситуации в жизни они учат вас быть благодарными каждому воно они только воно или они которых вы называете своими духовными друзьями когда кто-то наступает на вашу мозоли вы начинаете видеть в происходящем своего учителя когда ваш обман раскрыт вы начинаете видеть ситуацию как своего учителя вы осознаете что знаете что делать и можете начать напрямую работать с болью и использовать ее для работы с болью всех живых существ когда вы ощущаете вдохновение радость вы можете поделиться ими с другими и развить ощущение родства с ними вторая основная причина это учение и практики вы получаете большую поддержку когда видите то что делаете вместо того чтобы использовать это против себя или пытаться убежать от этого учение и практики поощряют вас еще больше открывать свои сердца чувствовать что происходит не закрываться распространить свою открытость на всех живых существ если зеркало сказала вам что вы не прекраснее всех вашей стране и вы испытываете неловкость и смущение вы начинаете понимать в этот самый момент множество людей испытывают то же самое вы можете вдохнуть все это когда вы чувствуете себя счастливыми вы начинаете задумываться других и желать счастья всем существам драгоценное человеческое рождение и так первая основная причина это учитель служащий примером и представляющий саму жизнь а также настойчиво напоминающий нам о том что мы должны перестать держаться за самих себе вторая причина это учение практики которые дают вам реальные инструменты для того чтобы открыть свое сердце третья причина это драгоценное человеческое рождение у всех нас есть это драгоценная человеческая жизнь нам посчастливилось не голодать нам посчастливилось иметь пищу и крышу над головой нам посчастливилось услышать учение получить методы пробуждения нам посчастливилось обладать достаточно острым умом и роскошью исследовать то почему мы сами и другие люди страдаем другой афоризм гласит на этот раз практику и основные моменты здесь имеется ввиду что это время является для нас крайне важным у нас есть все чтобы мы могли открыть свои сердца искренне работать с другими у нас есть драгоценное человеческое рождение и мы не умираем от голода в сомали мы не живем в стране где нас еще детьми научили бы убивать всех кто оказался по другую сторону баррика у нас есть огромное множество преимуществ так что на этот раз крайне важно практиковать основные моменты в афоризме старайся чтобы эти три никогда не ослабевали речь идет о трех вещах благодарности своему учителю благодарности учением и практикам а также об обязательстве хранить базовые обеты которые вы приняли благодарность учителю начинается с принятия обязательства никогда не бросать его а он в свою очередь берет обязательства никогда не бросать вас когда я думаю о собственном учителе я постоянно испытываю огромную благодарность практически каждую секунду моей жизни это благодарность за то что нашелся кто-то достаточно смелый яростный сострадательный а также обладающий достаточным чувством юмора чтобы сделать так что до меня наконец дошло прятаться негде я чувствую благодарность учением и практикам поскольку они являются хорошим лекарством и помогают нам обнажить что уязвимое место который мы так долго прикрывали наконец мы стараемся чтобы наш обет прибежища и обет бодхисаттвы никогда не ослабевали обет прибежища это обязательство перестать искать островки безопасности и научиться просто прыгать вниз просто летать просто покидать гнездо и оказываться на неизведанной территории не будучи связанными узкими эгоцентричными взглядами и мнениями обет бодхисаттвы это практика с высокими ставками поскольку она подразумевает полный отказ от приватности и ориентации на комфорт отказ как способ еще больше пробудить свое сердце когда самих себя так и для всех живых существ в целом мы должны стараться сделать так чтобы благодарность и признательность за все происходящее никогда не угасали чем бы мы не считали происходящее счастьем или злым роком признательность за эту жизнь может пробудить нас и придать нам смелости которая нужна чтобы оставаться там где мы есть со всем что входят в нашу дверь тренируйся искренне и вот наконец настал тот момент когда нам пора продолжить свое путешествие так чтобы наши дела совпадали с нашими словами один из последних афоризмов соблюдаете два момента даже ценой своей жизни здесь речь снова идет об обетах прибежища и бодхисаттвы здесь есть ощущение крайней необходимости даже ценой своей жизни это призыв не бояться покинуть гнездо не бойтесь потерять опору не бойтесь что все развалится или что вы не сможете собраться смысл соблюдения сущности обета прибежища даже ценой собственной жизни в том что нет выхода нет проблемы соблюдать обет подхисаттвы значит обменивать себя на других и развивать сострадание к себе и другим так что даже ценой своей жизни если что-то причиняет вам боль вдохните это и подумайте обо всех остальных людях испытывающих боль если что-то доставляет вам удовольствие отдайте это и пожелайте всем людям испытать такое же наслаждение это революционная идея суть данного афоризма вот последняя история об обмене себя на других я познакомилась с молодым человеком большую часть своей жизни посвятившим духовному пути он был пробужденным но самодовольным он страдал от того что называют духовной гордыней он жаловался на свою девушку который сложно было бросить курить тревога который она при этом испытывала провоцировала ее старое пищевое расстройство молодой человек сказал что постоянно говорил ей быть сильной не бояться быть дисциплинированы на это она отвечала ему я пытаюсь я действительно пытаюсь я делаю все что могу он злился так как ему казалось вот она на самом деле не старается он сказал я знаю что не должен из-за этого злиться я знаю что должно быть более сострадательным но я просто ничего не могу с этим поделать это задевает меня я хочу быть более понимающим но она просто застряла произнеся это он услышал в своих словах я пытаюсь я действительно пытаюсь я делаю все что могу услышав себя повторяющим ее слова он все понял он понял с чем ей приходилось иметь дело и это придало ему смирение мне кажется что все мы похожи на орлов забывших как летать учение напоминает нам о том кто мы и на что мы способны они помогают нам заметить что мы сидим в гнезде со спертом воздухом заваленном старой пищей старыми дневниками и экскрементами самого раннего возраста мы испытывали желание увидеть те далекие горы узнать это широкое небо и бескрайний океан но мы застряли в своем гнезде лишь потому что забыли как летать мы подобно орлам только в нижнем белье штанах рубашках носках туфлях шляпах пальто ботинках варежках темных очках и сплеерами в ушах мы догадываемся что если хотим узнать широкое небо то должны начать снимать себя все эти вещи итак мы снимаем пальто и шляпу и нам становится холодно однако мы знаем что должны это сделать должны сами убедиться что всему этому придется уйти вы просто не можете летать в носках туфлях пальто брюках и нижнем белье всему этому придется уйти марпа переводчик был учителем миларепы он трижды пешком проделывал пути из тибета в индию чтобы получить учение однажды он возвращался из индии вместе со спутником с которым время от времени встречался чтобы сравнить кто получил больше учений спутник марпа позавидовал ему решив что марпа получил больше учений когда они были в лодке посредине бурной реки спутник марпа взял все тексты которые собрал марпа и бросил их воду но разве не прекрасная возможность для практики тонглин марпа конечно не испытывал особого дружелюбия к этому человеку однако вернувшись в тибет он осознал что кое-что понял из всех тех учений из всех тех книг на самом деле ему не нужны были все те записи он кое-что понял кое-что усвоил он самое учение стали едины каждый из нас также кое-что понял и это то что мы вынесем изучение и практике этих учений эти учения теперь будут частью нашего существа частью того как мы видим слышим и обоняем мы так стараемся зацепиться за учения и врубиться в них но в действительности истина проникает внутри нас подобно дождю проникающему очень сухую почву дождь очень нежный и мы постепенно со своей скоростью смягчаемся однако когда это происходит глубоко внутри нас что-то меняется сухая земля размягчилась не похоже чтобы этого можно было добиться через попытки врубиться в это или уловить это это происходит через отпускание через расслабление ума через устремление и желание быть готовыми к общению с собой с другими все мы находим свой собственный путь самый последний афоризм тренируйся искренне можно было бы сказать живи искренне позвольте всему останавливать ваш ум и открывать ваше сердце можно было бы также сказать умирайте искренне от мгновения к мгновению миг за мигом искренне позволяйте себе умирать у меня есть подруга которая сильно больно у нее последняя стадия рака в один из недавних вечеров и позвонила зон саркфьенце им почи и первым что он сказал было даже не думай воображать что ты не умрешь это хороший совет всем нам он поможет нам искренне жить и практиковать эти учения неуловимы хотя кажутся совершенно конкретными если больно вдыхай если приятно отдавай это не то что можно просто и полностью уловить мы можем читать комментарии тронг по рин почи а тренировки ума и текст джамгона конктрола мы можем читать их и стараться применять их в своей жизни а также можем позволить им преследовать нас вынуждая к пониманию того что на самом деле значит обменивать себя на других что это значит на самом деле что значит быть ребенком иллюзии что значит валить всю вину на себя и быть благодарна всем что такое бодхичи то мои попытки рассказать вам об этих учениях были шансом для меня самой лучше их переварить теперь вы увидите что сами рассказываете о них проживаете их и переваривайте их практикуйте эти учения и позвольте ему коснуться вашего сердца сделайте их своими и распространяйте их среди других коренной текст о семи пунктах тренировки ума чекова еши дорджа пункт 1 предварительные практики основа практики дхармы простираясь перед великим сострадательным сначала тренируйся в предварительных практиках пункт 2 основная практика тренировка бодхичитты абсолютная бодхичитта воспринимай все дхармы как сновидение исследуй природу нерожденного осознавания само освободи даже противоядие покойся в природе алла и сущности в пост медитации будь ребенком иллюзии относительное бодхичитта посылание принятие следует практиковать поочередно и то и другое должно двигаться верхом на дыхании три объекта три яда и три семени добродетели что бы ты ни делал практикуя афоризмы начинай последовательность посылание принятия себя пункт 3 трансформация негативных обстоятельств в путь просветления когда мир наполнен злом трансформируй все несчастья в путь бодхи вали всю вину на дно будь благодарен всем видеть заблуждение как 4 к и есть непревзойденная защита шуньяты 4 практики это лучший из методов все неожиданное соединяй с медитацией пункт 4 демонстрация использования практики в жизни в целом практикуй 5 сил краткие сердечное наставление наставление махаяна по переносу сознания в момент смерти есть пять сил важно как ты себя ведешь пункт 5 оценка тренировки ума вся дхарма сходится в одной точке из двух свидетелей выбирая основного всегда поддерживай радостный ум если ты можешь практиковать даже с отвлечениями ты хорошо тренирован пункт 6 дисциплина тренировки ума всегда следует трем основным принципам изменить свое отношение но оставайся естественно не говори о раненых конечностях не раздумывая других в первую очередь работы с самыми большими загрязнениями оставь любую надежду на плод откажись от ядовитой пищи не будь предсказуемым не злословь не жди в засаде не доводи дело до боли не перекладывай груз вола на корову не пытайся быть самым быстрым не изворачивайся не превращай богов демонов не ищи в воле других опоры для собственного счастья пункт 7 указание по тренировке ума все активности следует выполнять с одним намерением исправляй все ошибки с одним намерением две активности 1 в начале 1 в конце какое бы событие из двух не случилось будь терпелив тренируйся в трех сложностях работой с тремя основными причинами старайся чтобы эти три никогда не ослабевали держите три нераздельно тренируйся беспристрастно во всех сферах крайне важно делать это всесторонне и искренне всегда медитируй на том что вызывает обиду не поддавайся власти внешних обстоятельств на этот раз практикуя основные моменты не давай неверных интерпретаций не колеблись тренируйся искренне освободи себя посредством исследования и анализа не тони в жалости к себе не завидуй не будь легкомысленным не жди аплодисментов когда наступит пять темных времен это станет способом их трансформации в путь бодхи эта сущность амриты устных наставлений передаваемых в традиции мудреца суваранадвипы пробудив карму предыдущей тренировки и вдохновляясь великой преданностью я презрел несчастье клевету и получил устное наставление об опустании фиксации наек теперь даже перед смертью у меня не будет сожалений но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучения общения и саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижениям не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение о последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотреть и другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра мосердии мосердии мосердия мосердии Продолжение следует...